Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город» в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях четверга, 9 февраля. Смотрите в ближайшие минуты. Калининград не готов к вновь начавшейся зиме. 47 машин с него уборочной техники необходимо, чтобы справиться с выпавшими осадками. А город имеет лишь 17. Три центра продуктов на уничтожение. На польской границе задержали Калининградку с санкционкой. Управление колясками и протезами при помощи силы мысли. Калининградские ученые сделали это возможным. Какие еще уникальные открытия и изобретения презентовали горожанам? Страшное ДТП в Чкаловске. Электричка столкнулась с Ford Focus и протащила авто по рельсам еще 10 метров. Пассажиров пришлось извлекать спасателям. Десятки добровольцев на кастинг-переведущих на Первом городском. Удалось ли им убедить комиссию и чего ждут наши редакторы от будущих переведущих? И к основным новостям дня. Дефицит спецтехники или неравный бой со стихией. Калининградские коммунальщики не справляются с уборкой снега. По признанию руководителей МУП «Чистота» нашему городу не хватает снегоуборочных машин. Из-за этого обильные снегопады в будние дни превращаются в настоящий коллапс. По признанию коммунальщиков, привести дороги и тротуары города в приемлемый вид удалось только сегодня ночью. В будние дни уборку снега затрудняет большое количество транспорта, поэтому спецтехника работает по ночам. Также на уборку в Калининград привлекают машины из области. Там с выпавшим в начале недели снегом удалось справиться раньше. При этом некоторые оборудования муниципальные службы арендуют у частных компаний. А на тротуарах работают все 425 дворников города. Но, несмотря на такие экстремальные меры, справиться с угробами все равно удается с трудом. Всему виной острая нехватка снегоуборочных машин. По генеральной схеме уборки города, которую у нас рассчитывал институт, у нас должно быть порядка 47 единиц техники, но это еще без учета тех новых улиц и дорог, которые за последние 2-3 года построили. Я думаю, что этим количеством тоже мы справились. Сейчас, в настоящее время, около 17 у нас уборочных машин. Специалист добавляет заявление на покупку 30 недостающих негоуборочных машин уже направили в региональное правительство. Сейчас вопрос находится на рассмотрении. При этом коммунальщики отмечают, если снег выпадет на выходных, то транспортного коллапса в понедельник не случится. В субботу и воскресенье дороги города намного свободнее, и спецтехника сможет работать без проблем. А пока горожане, у которых есть замечания по уборке городских территорий, могут обращаться с жалобами по телефону, который вы видите на своих экранах. Уничтожать нельзя отдать. Сегодня, 9 февраля, 30 неропольских продуктов попали под каток. Столь огромную партию задержали на пункте пропуска Мамона в огрыжиходке. Но жительницей, на удивление таможенников, оказалась местная жительница. 191 упаковка сосисок, 160 упаковок всевозможных сыров, а также колбасы, паштет, сливочное масло, свиные колбаски и ветчина. Все это Калининградка пыталась перевезти через границу на автомобиле. Общий вес товара составил 329,5 килограммов. Гражданка пояснила, что данную продукцию приобрела на территории Республики Польша, однако не смогла предъявить ни чека на покупку, ни ветеринарного сертификата. Исходя из характера и количества возимого, данный товар не может классифицироваться, как товар для личного пользования и был везен на территорию Российской Федерации в нарушении действующих мер нетарифного регулирования. В отношении нарушительницы возбуждены сразу два дела об административных правонарушениях за недекларирование и несоблюдение запретов на ввоз, поэтому все продукты уничтожили. Тем временем сегодня также стало известно, что Госдума не поддержала законопроект о передаче санкционки нуждающимся. По мнению чиновников, эта идея противоречит таможенному законодательству, и у ее авторов нет четкого понимания, кому стоит передавать изъятые и что в принципе относить к понятию социально значимые нужды. Темам. Прожиточные минимум в Калининградской области снизили на 205 рублей. Нужды работающих оценили в 10 898 рублей, детей в 9 509 рублей, пенсионерам досталось меньше всех 8 183 рубля. От прожиточного минимума зависит величина социальных начислений, пособий и субсидий. К другим новостям далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» сеть аптек в Калининграде – бюджетная аптека. В этом году в России появятся электронные продуктовые карточки. На них малообеспеченные граждане смогут купить отечественные овощи и фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы. Неиспользованные деньги сгорят. Мубчистота потратит 1 300 000 рублей на мусорные пакеты. На эти деньги купят 600 мешков по 160 и 240 пакетов объемом 240 литров. По требованиям тара должна быть черного цвета с прочным ровным дном со швом. В полпреду Николаю Цуканову показали образцы фасада и кресла для стадиона к чемпионату мира. В металлическом покрытии есть отверстие для светодиодов. Стадион на острове должны закончить к декабрю. Уже в мае начнут засеивать футбольное поле. В России временно перестали выдавать пластиковые полисы ОМС. В фонде страхования пояснили по техническим причинам. Ранее выданные бумажные и пластиковые полисы действуют без ограничений. К пластиковым удостоверениям вернутся через полтора месяца. Мэрия Калининграда выделила на день города 11 миллионов рублей. В сумму входит проезд, проживание и питание звезды российской или зарубежной эстрады. Галконцерт пройдет 8 июля вечером на главной сцене праздника. Имя артиста пока не называют. Партнер рубрики «Короткой строкой. Сеть аптек в Калининграде. Бюджетная аптека». Калининградские ученые уже сделали возможным управление инвалидными колясками и протезами силой мысли. А до отмены старения остались считанные десятилетия. Изобретения и открытия с каждым годом становятся все интересней. А тем временем в Музее Мирового океана жители города могут своими руками прикоснуться к былым достижениям человечества. Партнер темы дня – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи». 440 научных проектов со всей страны получили инвестирование на дальнейшие исследования. Три из них отвоевали калининградские ученые Балтийского федерального университета. Одно из новых для Калининграда изобретений – настоящий подарок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это устройство является усилителем сигналов, то есть оно усиливает сигналы из головы, мышц, глаз, сердечный сигнал и отправляет их на компьютер с помощью беспроводного канала. И на компьютере мы можем их обработать с помощью разных математических методов. Полученные данные можно использовать для управления внешними устройствами – экзоскелетом, протезами. То есть люди с ограниченными возможностями при желании уже сегодня могут силой мысли управлять, например, инвалидной коляской. Поразительное исследование в области генетики. Впервые на планете калининградские ученые серьезно намерены прекратить старение. Проект, который мы подали, ставит перед собой цель создать такие митохондрии, которые бы не были подвержены выпадению кусков. То есть, грубо говоря, такие нестареющие митохондрии и, как следствие, нестареющие клетки. Огромная работа уже позади, впереди еще больше. Дальше, после этого, когда мы показываем на клеточной линии, что клетки с исправленным митохондриием ДНК так же функционируют, как и обычные клетки, следующие эксперименты уже будут на животных моделях. На самом деле, вот эти кусочки из митохондрии ДНК, они выпадают и у человека, и у крыс, и у обезьян. Эти кусочки известны, и у всех они ассоциированы со старением. То есть, следующий этап у нас будет создание животной модели, в частности, крысы. Ну и мы как бы смеемся, то есть, это крыса, которая не будет стареть. В перспективе отпадет потребность в лечении болезней, которые связаны со старением и мутацией ДНК. Это означает, что продолжительность жизни вырастет и на одну проблемную область станет меньше. Наука и высокие технологии существуют неразделимо друг от друга. Новые изобретения калининградских ученых помогут многим людям в будущем. А здесь мы можем прикоснуться к открытиям уже давно минувших дней. Разнообразные конструкции, приборы и экспериментальные установки. Все это в постоянно пополняющемся парке науки. Сегодня состоялось торжественное открытие, главным экспонатом которого стала роза ветров. Изображение этого символа можно найти на любой карте мира и у нас в городе. Все, что происходит везде, фундаментом всему служит наука. Какое внимание к науке государства, так и развивается это государство. Я рада, что в последнее время больше стали внимания уделять научным исследованиям и Академии наук, и прикладным исследованиям. В рамках фестиваля науки в Музее Мирового океана прошли публичные лекции для студентов, школьников и всех желающих. Также сегодня прошла презентация 3D-фильма «Россия на Балтике», который был создан при содействии Русского географического общества. Анастасия Коновалова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город. Партнер темы дня – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи». Перебегают дорогу в неположенном месте и игнорируют светофоры. За минувшие сутки инспекторы оштрафовали сразу 30 пешеходов. Некоторые отделались воспитательными беседами. А вот злостным нарушителям пришлось раскошелиться на 500 рублей. Как отметили в ГИБДД, правила дорожного движения нарушают как молодые пешеходы, так и взрослые. А по статистике, только за 7 февраля серьезные травмы в результате наезда получили 5 калининградцев, в том числе двое несовершеннолетних. О других происшествиях города и области за минувшие сутки расскажем далее. Спонсор рубрики «Место происшествия» – агентство недвижимости «Авалон». Руки на голову! Руки на голову! Брали деньги за долги. В Калининграде задержали группу судебных приставов-взяточников. Как удалось выяснить полицейским, задержанные за некую сумму прекращали исполнительное производство и снимали с должников ограничения на выезд за границу. Среди нарушителей оказались руководитель одного из отделов службы судебных приставов, его заместитель и пристав-исполнитель. Возбуждено сразу три уголовных дела. Задержанные помещены в следственный изолятор. Расследование продолжается. Пытался перебежать дорогу, но споткнулся. В Калининграде пешеход едва не попал под колеса иномарки. ЧП зафиксировали видеокамеры системы «Безопасный город». На кадрах отчетливо видно, как мужчина, пересекая проезжую часть в неположенном месте, не заметил натянутый между автомобилями буксировочный трос. В итоге упал прямо под колеса одной из иномарок. К счастью, водители среагировали быстро, и пешеход отделался легкими ушибами. Десять метров протащила по рельсам. Накануне на ЖД-переезде в районе Чикаловского поворота электричка столкнулась с легковушкой. По рассказам очевидцев, за рулем «Форда Фокус» находилась 25-летняя девушка. Рядом с ней сидела пассажирка, которую зажала в машине. Из авто ее извлекали спасатели. У девушки диагностировали черепно-мозговую травму. По данным полицейских, ни одна из девушек не смогла пояснить, как иномарка оказалась на рельсах. Проводится проверка. Сбежали из психиатрической больницы и могут представлять опасность для горожан. Полиция Калининграда разыскивает 33-летнего и 28-летнего пациентов. По информации оперативников, один из мужчин – местный житель. Второй прибыл к нам из другого региона России. Не исключено, что сбежавшие будут добывать средства к существованию незаконным путем. Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемых, звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Или 02. А сейчас в нашем выпуске постоянная рубрика «Бизнес-новости». Самые актуальные события из мира экономики и финансов, с которыми вас познакомит мой коллега Марк Шкуда. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – компания «Мясо тут». Здравствуйте. Крупнейшая в мире медная шахта останавливает свою работу. Об этом сообщает риелтор со ссылкой на лидера профсоюза горняков Патрисио Тапия. Сообщается, что англо-австралийская горнодобывающая компания BHP Billetone пошла на такие меры после забастовки шахтеров. Глава профсоюза уточнил, что работы завершаются на ключевых объектах – в первом и втором цехах электролиза и на гидрометаллургической установке. Шахта из Скандида расположена в пустыне Атакама на севере Перу. На нее приходится около 6% мировой добычи меди. 90% акций торговой сети «Детский мир» выкупили иностранные инвесторы. Компания провела публичное размещение акций на московской бирже. Всего на торгах было реализовано более 216 миллионов ценных бумаг. Стоимость составила 85 рублей за одну акцию. Активней всех оказались инвесторы из Великобритании, которые выкупили 35% облигаций. Около четверти пришлось на американские компании. Федеральная антимонопольная служба обещает избавить абонентов за роуминг внутри страны до конца 2017 года. Сейчас ведомство договаривается с компаниями так называемой «большой четверки» – МТС, Мегафоном, Билайном и Теледва. При этом, по словам экспертов, отмена национального роуминга существенно скажется на прибыли операторов. Из-за этого следует ожидать повышения тарифов на мобильный интернет и звонки по России примерно на 8-9%. И к новостям местным. В 2016 году на поддержку фермеров Калининградской области было направлено 117 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель Министерства сельского хозяйства России Иван Лебедев. При этом 42 миллиона рублей было выделено из регионального бюджета. В ведомстве отметили хорошие показатели погрантовой поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих хозяйств и кооперативов. А в правительстве региона подчеркнули, что и дальше будут поддерживать мелких сельскохозяйственных предпринимателей. В настоящее время на эти цели выделено более 90 миллионов рублей. Саратовские авиалинии определились с ценами на рейсы из Калининграда в города России. Билет в Калугу обойдется калининградским путешественникам от 4700 до 5640 рублей в зависимости от класса. Прямые авиарейсы между городами откроются 6 июня. Самолет будет летать раз в неделю, по вторникам. Время в пути составит 1 час 50 минут. А вот перелет до Анапы будет почти вдвое дольше. Пассажиры проведут в салоне самолета 4 часа. А за билет до южного курорта придется отдать от 8 до 15 тысяч рублей. На этом все. Будьте в курсе бизнес-новостей вместе с Первым городским каналом. Меня зовут Марк Шкода. До свидания. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – компания «Мясо тут». Горящие глаза и большие амбиции. Накануне несколько десятков добровольцев собрались у дверей Первого городского канала. Столько желающих попасть на ТВ вчера пришли к нам в офис. Участники кастинга рассказали о себе и пытались доказать, что именно они и нужны нашей команде. Как вы хотите, рассказывайте, присаживайтесь, давайте. Меня зовут Екатерина. Здравствуйте, пожалуйста. Меня студентка в боевне Канта. Какие безработные и успешные бизнесмены попробовать свои силы в качестве ведущего на нашем канале пожелали горожане разных возрастов и профессий. Телефон нашей редакции последнюю неделю буквально разрывался от звонков. Самые смелые сходу показали свои способности перед камерой. Здравствуйте, меня зовут Мария Ускова. Я телеведущая прогноз погоды на Первом городском телеканале. Хотелось бы сообщить вам, что сегодня ожидается небольшая область, минус 4. В офисе Первого городского канала тем временем становилось все жарче. Самый главный сюрприз ждал наших редакторов к концу кастинга. Как только мы засобирались домой, отпустили уже съемочную группу, тут неожиданно пришли еще, не знаю, человек 20 участников. Были очень яркие, был рэпер из Узбекистана, который читал нам рэп. Была девушка Гоу-Гоу, которая танцевала для нас. Была юрист, которая тоже любит танцевать, танцевала латину вместе с нами. В общем, яркие участники кастинга были в этот раз. Мы просто даже сами не ожидали, что такие клевые люди придут к нам. В ближайшие дни редакторы еще раз ознакомятся с анкетами всех калининградцев и примут решение. Так что заветного звонка стоит ждать на следующей неделе. Далее в нашем выпуске хорошие новости калининградцев. Пришло время и вам поделиться интересными событиями из жизни. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания Кёнигдорс. Сегодня день рождения у моей подруги. Несу и подарок. Сейчас иду на занятия по итальянскому языку. Получила страховой полюс сейчас. Завтра поедем гулять за город. Только что впервые увидела часы обратного отсчета. Замечательная новость. Готовимся к встрече в чемпионату мира по подволу. У них сфотографировалась. Мы в отпуске. Мы приехали в Калининград, точнее, в Святогорск. В гости к другу семьи из Архангельска. Я не работаю, я на пенсии. Мне всегда хорошо. У нас замечательная встреча сейчас прошла. Да, мы давно не виделись. Настроение отличное, все замечательное. И скоро весна. Только хотела сказать, что зима. Снег. Это же чудно, светленько. Нет слякоти. Прекрасная погода. У меня сегодня выходной. Мне очень приятно, что я сегодня в городе гуляю. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кёнигдорс». Центробанк установил курсы валют на четверг. Как изменили стоимость доллара и евро? Какие погодные условия ожидаются в ближайшие сутки? Расскажет моя коллега, ведущая Юлия Слынько. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. Здравствуйте. 10 февраля по народному календарю считается худесами, так как считалось, что именно в этот день происходит большинство чудес. А люди, рожденные 10 февраля, по определению не могут быть несчастны. А порадует ли нас чудесами завтрашняя погода? Расскажем далее. До полудня температура воздуха составит минус 4 градуса, а к ночи опустится до минус 8. Ветер западный – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. А я желаю всем хорошего настроения, независимо от погодных условий. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы знакомы с интересным человеком, вам нужна помощь, и есть что рассказать городу, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. А в студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова